Дорогие друзья, мы зрители, с вами доктор Константин, сегодня тема лекции видео-рока следующая Точка П-8 Дзинь-Дзюнь является точкой, которая является точкой духа меридиана легких, либо собственного меридиана Итак, что же такое точка духа? Это сознание и мышление данного меридиана Конечно, многие сейчас скажут, что это мистика, это фантастика, это не доказано Вы знаете, я никого не побуждаю верить в то, что мы говорим Но мы знаем, что любая энергия формируется сначала на тонком уровне, а уж потом рождается физический уровень Потому если вы хотите укрепить свои легкие, либо меридиан легкий, либо поддать ему духу Не хватает этого духа внутри вашего меридиана Что, пожалуйста, данная точка П-8 вам в помощь Реминитарно просто Но это, знаете, как в Библии написано По вере вашей дано вам будет Вот кто как верит, кто как понимает Поэтому мы никого не призываем здесь Что-то тут, скажем так, представлять себе, что через данную точку там входит какая-то энергия Нет, нет, нет Но еще научитесь работать с точками Сколько энергии нужно подать, чтобы открыть, чтобы подать духа И чтобы этот дух не возмутился в данном меридиане И не причинился чего, как всегда, избыточного вреда, избыточной энергии Поэтому всегда с точками, пожалуйста, аккуратнее и уважительно Особенно с теми точками, которые имеют глубокий философский смысл Далее мы идем Эта точка побуждает к действию К какому действию? К действию меридиана Вот представьте, данный меридиан не действовал какое-то долгое время Вот приходит человек на диагностику Сколько лет вашей диагностике, истории болезни? Вы там узнаете, это еще 20 лет у меня началось, а мне сейчас 40 Сколько истории вашей болезни? 20 лет Не действовал ваш меридиан сколько? 20 лет История болезни 20 лет За сколько вы хотите стать здоровыми? Все смеются А знаете почему смеются? Понимаешь, что невозможно надурить природу, матушку Себя-то человек надурит, там, другого, ближнего, там И возрадуется, он же мудрее, там, надурил же ближнего А здесь природу не надуришь Поэтому, извините за прямоту, за такие слова сейчас Все эти технологии новые, до одного места Потому что мы природу не обманем Мы не заставим эту точку быстро наполниться духом Если она 20 лет не работала Побуждать к действию нужно, что человека Ну, осознанно, постепенно Обучая его Потому данная точка является внутренней силой Меридиана легких Вот если вы хотите сделать этот меридиан сильнее Пожалуйста, данная точка вам в помощь Ну, пожалуйста, поддайте столько духа, сколько вы считаете нужным Не злоупотребляйте никогда точками Почему? Потому что что посеешь, что и пожнешь Сильно дашь много энергии Воспалится дух Потом не знаешь, куда этому духу деваться будет Тебя распирать от этого духа будет Поэтому всегда нужно знать, сколько энергии дать Тут уже нужно смотреть, какой человек перед вами сидит В каком он духе Вообще, при расположенном духе Живет ли у него какой-то дух Бойцовский, либо не бойцовский дух Только философский дух Все это можно видеть, благодаря наблюдать за человеком Который пришел на диагностику Вот, это точка характера меридиана легких Вот, вы знаете, в характере есть черты характера Которые человек злоупотребляет А есть чертами характера, которые он не хочет воспитывать в себе То же самое меридиан легкий Есть такой характер, где человек себя знает И понимает, что он пользуется этими чертами характера А другим не хочет воспитывать Поэтому данная точка поможет вам воспитать черты характера данного меридиана Не только Это точка знаний Вот многие говорят, как это знаний? Вы знаете, мы же не зря сказали, что меридиан легких Это первый меридиан в диагностике Первый меридиан в нашем физическом мире Почему человек выходит с утробы матери Первое, что делает вдох, а потом выдох Он получает знания через данную меридиан Мы можем получать знания через данную точку Те, кто занимается цигун Те, кто занимается внутренней работой через дыхание Тот меня поймет Кто нет, ничего страшного, не пришло время Работайте, придет время Ну и, конечно же, точка духа Это точка идеального целого меридиана легких Как это идеального целого? Мы частенько говорили, что бывает диагностика порванная Бывает диагностика Правый канал сам по себе, левый сам по себе Нет единого целого Вот когда единое целое, его не разделишь Вот не разделишь и не янь Это единое целое Одно дополняет другое Не может одно без другого жить А то хочет, может быть, само по себе жить Но тоже не может Поэтому белое и черное дополняют всегда друг друга Если у человека есть разъединение в меридиане легких Они не дополняют друг друга Они враждуют между собой Нужно это единое целое породить И данная точка П-8 Дзинь-Дзюй вам в помощь Считается, что данную точку нужно тонизировать Но еще раз мы повторим Вы должны сдать столько энергии Сколько сможете освоить Не вы, а данный меридиан Который вам передаст энергию Спасибо за внимание Спасибо за внимание Спасибо за внимание Спасибо за внимание Спасибо за внимание